так всем привет у нас хотел бы сказать тренировку в пустыне но нет в общем неделю уже без эфиров и деле в принципе не сети я в отпуске недели неделю мы всей компании тут у нас 8 человек строились день тюмень ничего не делали и вот решили взять индивидуальный тур сегодня гоним на джипах в каньон потом у нас квадроциклы потом у нас бедуины потом у нас на реальность и полоним короче решили хоть один день за отдых сделать такой по-настоящему насыщен поэтому кому интересно такую сделаю короткую нарезку как в египте можно нормально потусить вместо тренера побуду сегодня тревел блогером плюс индивидуального тура нас тусуется сугубо нашей компании лишних человек с утра знания заехали на джипах 8 утра но я сейчас прямо готов наблюдать минусы индивидуального тура поедем вот так вот так что комфорт так себе но зато индивидуально стартану ли у нас до каньона 100 минут 40 езды машина машина почти новая но боже она держит и чтобы она случайно не вывалилась андрюха уже помялась вот тема своя роль он просто молится так 40 минут езды приехали будем сейчас выбирать квадроциклы мотоциклы и гоним уже своим транспортом до на своих колесах едем в каньон в пустыне почему одинаково не разный муж и жена джиминский другой черный так немного для контраста то здание откуда мы стартуем в общем чем прикольный египет все красивое все великолепное все комфортно но это зона отелей зона отдыха к сожалению большая часть страны вне тусовочных зон выглядит не очень хотя есть очень даже интересные виды продолжает пока отлично джипа квадрики ждут вас много позже изначально немножко ошибся нас это зина место временной дислокации я так понимаю просто провели инструктаж по технике безопасности рассказали нашу программу ну и вот сейчас нас куда-то перевезли в пустыню заповедник наб если я не ошибаюсь посмотрим что будет дальше привезли на покатушке будем сейчас не помню когда хрень называется короче у нас есть ноу борта здесь вот такой песочный корт мы на досках сейчас будем по джунам скатываться не знаю насколько у нас получится у самого ржачи 1 тебя подпихнуть короче называется та хрень снатборд по своим впечатлениям но в принципе не только по моим а вообще прикольно прикольно но медленно потому что я думаю нам как нас как туристов привезли на самые безопасные места дали скажем так пленные покоцанные доски если этим заниматься профессионально наверное это прикольно с точки зрения попробовать на один разок ну не впечатлен но вот вид пустыни привлекательные яночка если ты на тренировке столько прыгала не было бы такой толстый как для фотосессии так и нас удовольствием по полям синий трактор едет к нам у него при цепе кто-то песенку поет а ну малыш давай посмотрите я хочу показать вам заповедник набрена карта заповедник набрена холиса здесь там где мы отдыхаем не отдыхаем где наш город шармельшир шармельшир находится здесь на юге синаи что значит синаи у нас есть несколько версий самая первая версия не сказали богиня луни это есть люди которые живут и здесь богиня луни так называться синаи у нас тоже другая версия не сказали когда арабы были здесь в седьмом веке это 641 году они если посмотрите на наш горе похоже на зубе зубы это значит на арабском языке сена лисиной либо смотрите на карта сына и похоже на зуб так нас привезли на каньоны прикольная экскурсия нам скуса утра сказал про историю синая про историю египта много чего нового для себя узнал сейчас идем через такое маленькое ущелье какой-то веселый каньон он коллега блогер прикольная прогулка легкие попытки альпинизма тема ты кем себя воспринимаешь с альпинистом или горным козлом больше альпинист ладно на этом и закончим нашу беседу забрались на вершину жопы мира вон сандре хочет то что в горах сразу вспоминается песня что мне сделать чтоб меня полюбили вы разбежавшись прыгну со скалы заканчиваем второй пункт нашего легкого путешествия прогулка по каньону честно вот здесь не даже понравилось побольше чем с горок кататься красиво действительно красиво плюс очень интересный гид рассказывал про историю синая ского полуострова прям плюсик так наконец-таки пригнали мы так раз по пустыне сейчас выберем квадрики и погоняем нам пообещали сегодня прям что можно будет и поэкстримарить немножко я обещаю что сниму все-таки буду за рулем андрюха у меня вопрос вот это что за хрень и как на ней кататься как-то запрягаем все мы погнали по пустыне пол лошадиной силы будет все нас замотали потому что кататься по пустыне без вот этой хрени нельзя летит песок летят камни то что сейчас пока будем так как ниндзя . настоящая любовь смотрю на свою жену и понимаю что она все равно самое красивое а прогулка на квадриках закончилась не скажу что там дико драйвово понятно подубитая техника все-таки как ни крустил мы отдыхаем в сегменте эконом вариант но прикольно на самом деле прикольно так по пятибалльной системе три с половиной четыре по любому можно ставить и меняем транспортное средство катерина ладировна насколько меня ты ему уже не нравишься мне нравится что надо сказать транспорт каша классный непритязательный но так если пару часов тут посидеть знаешь о себе много но не здорово тело дилово как интересный новый опыт надо признаться со стороны верблюда кажется не очень-то высокими животными вот когда сидишь в седле ну так действительно земли высоковато все пытаются фоткать пробуют всякие позиции а мы тут на верблюдах как бы ну честно несмотря на небольшую скорость не держаться руками оказывается достаточно стрёмная проблемная задача честно я не ожидал ожидание реальность тоже очень отличаются ребята бедуины красавчики тоже красавчик не очень приятно надеюсь не плюнет когда я отойду подальше местные ребята угощают вкусняшками местные лепешки чеку нам сделали наслаждается чипить получается гостях у бедуинов полуизбушка даже не понимаю как там называется чай лепешки ну так интересное специфическое скажем прямо убранство я на тебя как совка тебе только пожрать будет сейчас опять замутались варафатки то было получается деревня бедуинов прикольно как бы хижины честно не могу добиться все это бутафорская ли они так на самом деле живут пример что подсказывает что такие бедуины которые уже более привыкли к цивилизации но точно сказать не могу здесь сейчас небольшая фотосессия и опять садимся на квадроциклы и едем уже я так понимаю на морскую прогулку на сегодня еще по плану яхта и дайвинг так еще 40 минут на джипе после наших прогулок по пустыне и мы порту нас еще ждет морская прогулка скорее всего с погружением сил лазерна улыбнитесь вы сегодня очаровательно дошли наше судно амар один это яна она как всегда не знает куда закинуть ногу когда делать селфи плюсы индивидуального тура яхте только наша команда ребята которые отдыхают ну и соответственно так наверху ветрено ничего не слышно нижняя посидеть отдохнуть наверху и были еще раз ветрено прохладно все таки зима . кайфово так все нам провели инструктаж показали как пользоваться аквалангом скоро будем экипера таки пера баться и заныривать с инструктором я ныряю первый раз у нас есть команде ребята которые уже достаточно опытная но для меня это первый опыт посмотрим будет интересно так а телегинер-костюм экипируемся единственное что даже не очень понял как спускаться подтуплю но но что . . . . . . . . Посмотри на меня Когда чувствуешь доблее или караси плавали Когда сам чувствуешь доблее или когда я так покажу? Но он плавает, не надо покажу Ой, такие красивые У меня столько рыбок Это ты когда застрелилась, как это будет А, мы будем в зеки прям нырять? Да А здесь уже так сильно глубоко, да? Да Причем даже иногда под кораблем проплываю Я вначале делал ему вещь, чтобы он попробовал дышать Ну, все нормально дышится Я не хочу Первый килограмм билан водой Завтра Завтра Да, они пошли А мне такую можно на голову тоже Чтобы уши вода не попадала Все, получил новое ощущение Я таки нырнул с аквалангом Я попробовал, что это такое Правда, понятно, что полет был, скажем так, пробный Все время меня инструктор возил за спину Ну, честно, очень интересные ощущения С сегодняшнего дня Вот это действительно то, чего я хотел попробовать То, чего стоило попробовать Потому что все-таки Ну, прикольно Коралловые рифы, коралловые пещеры Возле отеля Они всегда очень классно смотрятся Но вот здесь, в относительно так открытом море Ну, чуть-чуть другие ощущения Особенно на глубине Как-то так Сразу, признаю честно, даже какие-то немножко Мандражик поколбасил Но вообще Я очень-очень несчастлив, что попробовал Классно Всем рекомендую Возвращается моя вторая половинка Екатерина Владимировна, как самочувствие? Хорошо, спасибо большое Ты как? Я потом Она потом все расскажет Екатерине Владимировне мало было поплавать С аквалангом она еще решила в маске дожать Я сейчас пойду ее догонять, кстати Здесь большой плюс, что можно Кроме плавания с аквалангом Еще потом есть время поплавать с маской И ластами По желанию Так, после покупашек У нас офигенный обед Морской Салатики Прям у Вики все слюнки потекли Короче, все очень вкусное Рыба, кальмары В том числе Креветки Шеф-повар Красавчик Лучше Так, ну и поплыли дальше Звук никакой Артем вспоминает Титаник Леонардо Ди Каприо Кейт Вынслит Летят на волнах любви Но так как моя жена Отказалась снимать эту сцену Его девушка отказалась снимать эту сцену Ну, Тёма, давай снимем ее вместе Охренеют и жены, и подписчики Чур я Ди Каприо Так, у нас вторая стоянка на море Мы плотненько, вкусненько покушали И у нас еще Покупашки Еще можно поплавать с масками Нам дали час времени Здесь какой-то еще один очень Не останавливайся А, что? А, да У нас Короче, ладно Потом расскажу, какие там кораллы красивые Так, собственно так Наша экскурсия подошла к концу В 8 утра мы выехали из отеля В 5 часов вечера мы закругляемся Еще один красивый рифм Плавлю с масками Красиво, на самом деле Очень красиво Бесмотря на то, что сейчас Январь У нас на родине прям Снег, холод Вот Здесь, ну, действительно Кайфово Так что Как-то так Неформатное видео получилось Возможно, тем, кто на меня подписан Было интересно В общем, в белом случае Если было интересно Не забудь поставить лайк Подписаться Написать что-нибудь приятное Ну и Ждем дальнейших видео уже С нормального тренировочного процесса С релаксом Заканчиваем